Всем привет! И вы на канале Юмака. Сегодня я озвучиваю мини-фильм «Семиклассница и десятиклассник». А ты, передачем данное видеоролико, подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. И я обычная семиклассница. Меня зовут Женя. И в моей жизни нет ничего интересного. Привет! Саш, отпусти! Задушишь же! Пошли, у нас географичка съест. После урока. Жень, дойдешь сама до кабинета? Конечно. А что такое? Мне просто нужно кое-что Алине отдать. Окей. Смотреть надо, куда прешь. Это было не так уж и плохо. Стоп, что? Что-то случилось? Эм, ну... Все нормально. Я же вижу, что что-то случилось. Женя, переседь на заднюю парту. После школы. Черт, я не могла влюбиться. И никогда не влюблялась. Никто не достоин этого. Сзади кто-то идет. Вчера было просто совпадение. Сегодня я его не встречу. Курить плохо. Саша насилует. Кто? Где? 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 На меня напал бомж. Ты энергетиков перепела? Мне лично не смешно. Пошли уже на урок. И вот таким образом прошел месяц. С каждым днем я влюблялась все больше. Но я знала, что это невозможно. Поэтому я никому ничего не рассказала. Через день. Эй, Жень, подожди. Пошли домой вместе. Хорошо. А тебе кто-то нравится? Мне? Конечно, никто. Ого, и кто же тебе нравится? Я больше не могу это скрывать. Да и Насте можно доверять. Ладно. Это десятиклассник. Это слишком. Да, я знаю. Он из класса нашей математички. Я ему сочувствую. В школе мне его покажешь? Надо проигнорировать его. Тебе здороваться не научили? С курящими не здороваюсь. А так? Ну что ж, привет. Почему в школу не идешь? Я туда и шла, вообще-то. А я думал, ты на трассу шла. Много думал. Какой первый урок у тебя? Ты тупая физкультура. У меня тоже физкультура. Скорее всего, мы будем вместе. Ох, как я рада-то. Да, да, я тоже. Я буду смотреть только на тебя. Еще чего? Я как овощ. Ну а ты постарайся быть не овощем, а цветочком. Это, случайно, не тот десятый класс? Да, тот. О, и где же наш принц? У белой футболки. А губа не дура у тебя? Если бы я знала, что так получится. Ладно, а как зовут его хотя бы? Зовут? А я не спрашивала его имя. Ой, знаешь, мне пора. Значит, на уроке болтаем, да? 15 отжиманий. По два подхода. Подожди. Отдай Кириллу журнал. Пусть отнесет заучу. Зачем заучу наш журнал? Ой, все жопаем. Кирилл! Чего тебе? Мне сказали передать тебе журнал. Как меня задрали эти шалавы? Почему он отреагировал на имя Кирилл? Может, его зовут Кирилл? После всех уроков? Эй, подожди. Чего тебе? Давай до дома проведу. Что? Зачем? Ты что, мой парень, чтобы предпровожать меня? Будущий. Я даже имя твоего не знаю. Я Денис. Женя. И у тебя разве нет еще одного урока? Ради тебя готов прогулять. Ты как ребенок. Все равно, уже не успею. Ладно, так уж и быть. Но это первый и последний раз. Ага, да, конечно. А что это был за Кирилл? А почему тебя это интересует? Просто интересно. Это парень моей подруги. Мне физручка сказала ему журнал передать. Так как он старостокласса. А ты бы встречалась с ним? Что за вопросы? Он вообще-то парень моей подруги. Ну, а если бы он не был ее парнем? Такого бы не было. Хорошо. Ты бы встречалась со мной или ним? Ты бы встречалась со мной или ним? Ой, смотри, там мой дом. Отвечай. Я там опаздываю на дополнительную математику. Математика подождет. Если я скажу, ты меня отпустишь? Отпущу. Сделать? Я сделала. Ну, что мне теперь делать? А если он неправильно поймет? Подумает, что я извращенка. Ладно, это даже для него слишком. А что мне делать? А ведь я могла просто ответить. Убейте меня. Хорошо, давай. Пушка. Жень. Жень. Что, мам? Подойди. Иду. Что, мам? Тут у вас не мечается поездка с классом? На неделю. Ты поедешь? А с каким классом мы едем? Еще неизвестно. Ну, я в школе посмотрю, кто едет и скажу тебе. Хорошо. Что еще за поездка? На трассу. А если мы поедем с его классом? Не-не-не, это бред. Завались! Почему я должна идти в школу? Надеюсь, я с ним не пересекусь. По дороге в школу. Пойду другой дорогой. Чего за пыханая такая? Опять бомж напал? Я так понимаю, ты и есть тот бомж? Какой бомж? Видимо, сегодня я прогуляю. Видимо, сегодня он тоже прогуляет. Женя, пожалуйста! Я ведь буду тут стоять. Черт, он ведь простудится. Ладно, пошли. Стоп, а куда мы пойдем? Жень! Что? Черт, я совсем забыла про тот случай. Извини за тот случай. Это вышло случайно. Тогда я верну должок? Какой? В школу мы уже не успеем. Пошли ко мне. Я только в седьмом классе. Дура, ты предпочитаешь мокнуть под дождем? Дура, ты предпочитаешь мокнуть под дождь. Ладно. Дома у Дениса. Держи, переоденься. Ванная по коридору и направо. Спасибо. Телефон оставляй здесь. Нечего, чтобы ты его в ванную утащила. Ты че, мне мамочка? Не спорь с будущим мужем. Чего? Повтори-ка. Ничего, и диваны уже. Сначала повтори. Я так понимаю, что тебе нужна помощь, чтобы принять душ. Я только рад помочь. Держи. Ты забыла сказать пароль? Ты мокрый. Сейчас голосом выйдет. Вообще, я буду орать. Ты девушка моего брата? А ты его сестра? Почему ты задаешь вопрос на вопрос? Тот же вопрос. Ладно. Я не его девушка. Она моя будущая жена. Боже, когда он заткнется? А в каком ты классе? А ты угадай. В десятом? Нет. Тут она просто угадывала. Пропустим это. В смысле? Неужели в седьмом? Да. Так мой брат педофил? Я вообще-то все слышу. Мы почти ровесницы. Я в шестом. Я Женя. Кира. Кстати, почему ты не в школе? Кстати, да. Дома зонтиков не осталось, а на улице был дождь. Я без зонтика пошел. Ну и че? Приперся весь мокрый. Это из-за Жени. Тут даже автор офигел. Это из-за дождя. Пойдемте лучше делать чай. О, дети, вы уже пришли со школы? Это что такое? Кира? Денис? Извините, вы все не так поняли. А как я должна понимать? Мама, это действительно не так. А как? Просто выслушай. Ты кто? Я девушка Дениса. Подождите. Так, спокойно. Че ты ржешь? Хорошо. Я убедила, что вы встречаетесь. Ну, что ты забыла у нас дома? Так получилось, что мы с Денисом попали под дождь. А идти в мокрой одежде в школу как-то не особо хочется. Ладно. Мама сама в шоке. А как так вышло, что ты поцеловала мою дочь? Я споткнулась и упала на нее. Так ты девушка Дениса, говоришь? Да. Она моя девушка. А в каком она хоть классе? В восьмом... Она в седьмом. Ты, наверное, шутишь? Тебя же посадят! Меня посадят, если я ее изнасилую. А это не входило в мои планы. Ладно. Но больше таких сюрпризов не устраивайте. Я не выдержу. Хорошо. Я так понимаю, твои родители еще не знакомы с Денисом? Еще нет, но скоро. Я хочу с ними тоже познакомиться. Все, идите уже. Денис, тебе жопа! Ты хоть понимаешь, что из-за тебя только что произошло? Дай мне штаны, и я иду домой. В трусах иди. Но ты же недавно пришла. Скажи спасибо своему тупизму. Я дам тебе штаны, только не обижайся. Я не из-за штанов обижаюсь. А в какой обуви пойдешь? Босиком пойду. Да брось, возьми мои кроссовки. Ладно. Может, тебе провести? Воздержусь. Не отпущу, пока не поцелуешь. И повсюка. С тебя хватит. Иди, заболеешь, убью. Уже не дома. Так, а что это у нас такое? Мама? Почему ты в одежде парня? Можно я объясню? Ну, попробуй. Я попала под дождь. А один старшеклассник дал мне свою одежду. Почему ты попала под дождь? Вроде в это время ты должна была быть в школе. Я проспала. А зонтик почему не взяла? Откуда я знала, что там будет дождь? Ладно, иди переодевайся. Мокрые вещи повесь на балконе. На следующий день в школе. Вы опять вместе? Встречаетесь, что ли? Да. Нет. Когда это мы начали встречаться? Забей. Я пошел. Блин, после математики, физкультура. Физкультура на улице? А я на такое не подписывалась. На физкультуре. Пробегите для начала пять кругов. Четвертый круг. Черт, я походу ногу вывихнула. Так и знала, что физкультура зло. Что случилось? Я ногу вывихнула. Что за ногожоп? Такой уж родилась. Ходить можешь? К медсестре на четвертый этаж я не залезу. Ладно, я сейчас ее наберу. Она сейчас подойдет. Через семь минут. Кто там уже упал? Ну а кто тут еще на земле сидит с кислым лицом? Логично. Ходить больно? Да. Придется домой тебя отправлять. Звони родителям. Они на работе не смогут приехать. Ты далеко живешь? Нет. Хорошо, тогда дойдешь сама. Так она, ей больно ходить. Хорошо. Справку я тебе выпишу. Типа хромают. Да чего ж ты под ногами вечно лазишь? Ты первая упала, вообще-то. Тогда извини. Ты бухая, что ли? Нет. А что тогда? У меня нога болит. И ты теперь идешь домой? Да. Может, провести тебя? Спасибо, но я сама дойду. Он уговорил провести ее. Надеюсь, тебе тяжело. Не бойся, ты легкая. Блин, я хотела, чтобы ты помучился. Я тебя оставлю возле мусорки. Будешь мучиться? Не надо. Дальше я дойду сама. Ты точно в этом уверена? Здрасте. Я Настя. Так это и есть тот старшеклассник? Какой старшеклассник? Да, это он. Я ногу на физре подвернула, а он помог дойти. Тогда ясно. Раз так, он может зайти на чай. А ты куда идешь? Я устала сидеть дома с твоим отцом. А он никуда не хочет идти. Говорит, мол, завтра сходим. А то он с работы устал. Кстати, там объявили, с каким классом поедете. И с каким же? С восьмым А. Блин, жалко, что не с его классом. Ладно, я пошла. Если что, звоните. Ну что ж, тебе повезло. Так что ты своей маме про меня говорила? Неважно. Уже дома. Ну что ж, пошли на кухню. А кто это? Это мой друг. А что он сделает у нас дома? Мама сказала его притащить. То есть вы пересеклись с мамой? Да. А еще она сказала, что ты... Ладно, я понял, молчи. Я пойду тогда за ней. А вы будете одни дома. Ничего не делайте. Одни, только вы. Только попробуй с ней что-то сделать. Убью. Держись от меня на десять метров. Да почему? Я еще обижаюсь. Но я же дал тебе штаны. Я не за штанов обижаюсь. Кстати, насчет одежды. Она в моей комнате. Я тебе потом ее принесу. Каким образом? Если я подвернула ногу, это не означает, что я не могу ходить. Ага, на четвереньках ползи. Ой, иди ты! Я за одеждой. Кира не обижается? У меня есть подозрение, что она стала лесбухой. Ты портишь людей? Я тебя сейчас выгоню. Ладно, понял я. У тебя есть братья или сестры? Да, старший брат. А он с вами живет? Да, но он шляется где-то. А сколько ему лет? Ему семнадцать. Он старше меня. Ну, не намного он и старше. Что ты делаешь, идиотина? Действительно, что же? Это знак того, что ты моя. Если это увидят родители, мне жопа. Почему ты такой тупой? С тебя пример беру. Все, выметайся из моего дома. Как же я тебя ненавижу. Я тебя тоже, только наоборот. Я не понял, это кто? Это мой друг. А почему ты на полу с другом? Он упал случайно. Интересно, он так упал? Слушай, хватит с расспросами. Спрашивай что-то реально важное. А ты, по-моему, нарываешься. Не по-твоему, а так и есть. Оба прекратили. Лучше бы встать помогли. Он тебе что, ногу сломал? Я ее на физре подвернула. И хватит ругаться. Я Максим. Денис. Вот так лучше. Ну реально, помогите встать. А где мама и папа? Они свалили гулять куда-то. Батя поднял свой зад и пошел куда-то. Заткнись. Мне еще уроки надо делать, так что свалите. Я помогу помочь с уроками. Я тебе сейчас помогу, Розок. Наконец-то тихо. На следующий день в шараге. Саш! А как твоя нога? Как видишь, все, зашибись. Все равно старайся не падать. Ага, конечно. Или я позову бомжа, чтобы на руках тебя носил. Да поняла я. Кстати, почему мы едем с 8-м А? Я не знаю, но это полный отстой. Лучше уж тогда совсем не ехать. Да расслабься. Мы же едем для себя, а не для них. И то правда. Так же ли дней до нашей поездки осталось совсем ничего. Блин, сегодня последний день перед поездкой. А завтра мы уже уедем. Жень! Что, мам? 8-й А отказался ехать. Что? Это такая шутка? Я не шучу. Но ваша классуха сказала, что повода для беспокойства нет. И с вами поедет другой класс. Но какой? Она сказала, в аэропорту увидите. Тупые у нее сюрпризы. Ладно, может, это и к лучшему. Может, со своим ухажером поедешь? Мама! Не смешно! Ладно, иди собирай вещи и спать. На следующий день после школы. Блин, а с каким классом мы поедем? Я хозе, это же типа секрет. Но я наоборот рада, что не с восьмым А. Они такие дауны. С этим сложно не согласиться. Кстати, а где твой бомж? Он не мой! И он, видимо, заболел. Его уже неделю в школе нет. Понятно. Ладно, я пошла. Ничего не забыть взять. Хорошо, до встречи. Странно, никого дома нет. Ну да, кому же нужно провожать свою дочь? Отъезд в 21.00. А сейчас в 17.00. Блин, еще долго ждать? Ну что ж, я готова. Привет. Привет. Прикинь, меня даже не проводил никто. Сочувствую. В аэропорту. Остался еще один. Слушай, это случайно не класс бомжа? Похож на его. Но его тут нет. Ладно, дети. Наверное, поедем без Дениса. Я тут. Отлично. Идем садиться? Окей, Жень. Пошли. В самолете. Еще раз ударишь, я тебя в окно выброшу. Успокойся, детка. Какая я тебе, детка? Слушайте, давайте поменяемся местами. Денис, садись на мое место. Если что, моего соседа зовут Никита. Просто сосед сюда не влез. Толстый, наверное, какой-то. Саша, нет, не оставляй меня. Ну, не грусти. Ну, не грусти, котик. Я не котик. Я Женя. Когда они уже прилетели? Кто бы сомневался, что их номер находится через стену? Я ему сейчас по голове, как постучу разок. Успокойся, и давай лучше обустроимся. Успокойся, и давай лучше обустраиваться. Я хотела тебя спросить кое-что. Ну, слушаю. Тебе же нравится, Денис? Скрывать смысла нет. Да, нравится. Тебя не смущает, что вам повезло познакомиться? И даже поехать вместе отдыхать? К чему ты клонишь? В последний день, когда будет вечеринка, признайся ему. Ну, почему я должна делать это первое? Ну, ты же у нас баба-боец? Ладно, я подумаю. Кто-то постучал в дверь. Бабы, идем город исследовать. А то сидите там, грустите. Ладно, пошли. Может, отпустишь мою руку? Тогда ты убежишь. Не убегу я. Так я тебе и поверил. Погоди, а где Саша и Никита? Ой. Он же с ней ничего не сделает. Не могу гарантировать. Тогда иди ищи их. Неа, устроим свидание. Какое свидание в незнакомом городе? Ну, вот такое. Лучшее свидание года. Спасибо за день, но я пойду. Что еще? Там они какого-то хера спят вместе. Кто они? Саша и Никита? Ей только 13! Они просто спят. Пустишь на ночь? Хорошо, но ты спишь на ковре? Ладно. Вот, смотри, тут коврик есть. Спи. Даже одеяло не дашь? Нет. Ты злая. Только после тебя? Не надо. Ты проснулась? Все будет хорошо. Это, видимо, Саша. А ты что тут забыл? Ты ночью ревела, вот я и лег с тобой. Извини тогда. Ничего, будет опыт в будущей жизни с тобой. Заткнись. Что вчера произошло? Мы как бы хызы, мы гуляли, а вы куда-то свалили. Мы, походу, бухать свалили. А кто вам алкоголь продал? Я только помню, как к нам подошел мужик и предложил дешевое бухло. А отказываться грех. А нас почему не позвали? Не помню. Это, наверное, был не алкоголь. Это была не оскорбинка. Больше никогда бухать не буду. Кстати, а чего вы вместе? Ну, а где мне надо было спать? С вами пьяными в одном номере? Собираем все на экскурсию. У вас 30 минут? Пошли вон! Так, и прошел наш отдых. Ты какое платье наденешь? Увидишь! Ладно. Ну как? Это просто вау. Спасибо. Ну что ж, пошли. Смотри, они там. Пошли к ним. Нет, пусть сами идут. Женя, ты сегодня очень красивая. Ты тоже ничего такой. Это типа комплименты? Не типа, да. Денис, можно тебя на минуту? Да, конечно. Я сейчас. В общем, Денис. Ты мне нравишься еще с восьмого класса. Что ты делаешь? Ну, это же не я ее поцеловал. Знаешь, Денис. Я хотела тебе сказать. Я люблю тебя, придурок. Любовь. Прекрасно. Чудесный. Чудесный сериальчик. Чудесный просто. Взрослые люди. Восьмиклассники. Семиклассники. О май гад был. Семиклассники. Десятиклассники. Боже. Прекрасный сериал. Я не могу. У меня нет слов. Ну, мне понравился этот сериал. Вообще, ну, идеальный просто. Вообще. Да, вот. Самый лучший комментарий. И самые лучшие оценки от Юмака. Ну, и всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Спасибо, что подписывался на мой канал. Спасибо, что поставил лайк этому видео. Спасибо, что оставил свой комментарий. Ну, и всем спасибо. Спасибо, что ты есть. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok